всем привет в эфире снова мы мы продолжаем строить нашу баню и мы решили построить вот такую вот террасу ну начнем с того для чего она нам нужна подумайте вы ведь кто внимательно смотрел наш обзор нашего дачного участка видели у нас навес но мы решили что навес нам этот не удобен и мы не можем там полежать по загорать просто отдохнуть потому что он всегда находится в тени и решили бы сделать вот такую вот террас очку пристроить ее к нашей новой поставленной бане и так сейчас мы расскажем вам как мы ее делали и сделаем небольшой обзорчик что у нас получилось из чего мы ее делали делали мы ее из вот такой вот террасной доски это лиственница говорят что это дерево очень быстро горит зато она очень износостойкая не боится ни влаги не перепадов температур не осадка почему мы сделали выбор пользу лиственниц именно по тем факторам которые я перечислил до этого но также мы хотели сделать сначала террасу из древесно-полимерного композита взвесив все за и против учитывая особенности монтажа мы сделали выбор в пользу все-таки обычной деревянной доски и она нам вышла где-то в два раза дешевле что интересно в сетевых магазинах практически невозможно купить доску из лиственницы размером 4 метра и более а нам как раз требовалось 4 и 6 метров чтобы ложить ее без стыка поэтому мы заказали ее на обычном строительном рынке из доставки она вышла нам намного дешевле что еще важно отметить когда вы помонтируете доску из древесно-полимерного композита вам нужно использовать такие же лаги которые идут специально для нее и цена при этом удваивается эту же доску вы можете монтировать на обычные деревянные лаги но для этого вам нужно использовать специальный крепеж такой вот крепеж змейка используется для монтажа чем он удобен потому что у него есть здесь стопор и этот стопор автоматически помогает вам соблюсти все зазоры которые необходимы также мы сделали для нашей террасы получилось где-то 19 квадратных метров мы сделали лестницу с двух сторон установили вот ступенеки и ступеньки сделали высотой по 15 сантиметров ну как это положено по европейскому стандарту изобретателей ступеней и положили мы две доски для потому что у меня 45 размер ноги чтобы мне было комфортно умещаться расскажем немножко про фундамент о том как мы сделали мы установили блоки на песчано-гравильную подушку высоты этих блоков нам не хватило и мы подложили еще такие вот бруски вы видите что они коричневого цвета мы их обработали антисептиком так как сюда будут попадать осадки и эксплуатироваться они будут наиболее интенсивно мы обрабатывали их погружным методом то есть прям опускали в бедро полностью и дерево полностью пропиталась и такая защита прослужит не менее 35 лет вот вы можете посмотреть поглубь на систему стаканов кажется дождь начинается по именно поэтому мы не можем снимать и погода здесь мы поставим один шезлонг 2 шезлонг и какой-нибудь стол и будем пить коктейли здесь на старая лестница на там у нас обычно висит гамак в котором удобно спать читать когда лето нормально не такой вот как сейчас и также мы по всему периметру установили перилы с балясинами которые машенька покрасила покрасим их придется еще раз красить все равно потому что в процессе установки мы немножко покорябали ну и плюс мы сверлили переворачивали прочее у нас три опорных столба 28 балясин и крутили мы их на специальный такой крепеж который называется глухарь или вспомнил обычно бывают глухари если вы такие сможете найти где резьба находится с двух сторон у нас не получилось такой найти поэтому использовали стандартный глухарь которого резьба находится с одной стороны и было довольно таки проблематично и сложно его крутить но мы с этим справились и также я подкрасил там одну доску уже террасным маслом чтобы потом проще было подкрашивать и не зацепить наши балясины что мы сделаем дальнейшем мы хотим защитить все равно наше износостойкое подкрытие от воздействия влаги ультрафиолета и прочего надеюсь вам было интересно следите за нашими обновлениями и до новых встреч пока пока